На портал Экзегет поступил вопрос. Часто в святоотеческой литературе читаем о бесе блуда, который нападает на монахов, а если, например, супруг, супруга, наоборот, уклоняются от супружеских обязанностей, то это какой бес действует? Тут вопрос такой, не без юмора, конечно, задан. Разве нужно обязательно назвать имя бесу? Действительно, апостол Павел в одном из своих посланий пишет, что не муж владеет своим телом, но жена, и не жена владеет своим телом, но муж, а воздерживаются по взаимному согласию ради Христа, ради молитвы, ради Христа. И в другом месте апостол Павел тоже разъясняет, что не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не впасть в искушение. И действительно, когда мужчина или женщина уклоняются от супружеской близости, они могут быть причиной искушения, могут быть причиной разногласия, ссоры, конфликта, или в каких-то случаях, если это постоянно происходит, даже и косвенной причиной супружеской неверности. По каким причинам супруг или супруга так могут действовать, уклоняться от супружеской близости? Ну, например, имея обиду на супруга. По плохому самочувствию, иногда по гордости или по тщеславию. Разные причины могут быть. Здесь, мне кажется, важно не назвать имя страсти или имя беса, по которой это происходит, а именно смотреть в корень проблемы, что супружеская близость благословлена Господом. И апостол Павел, разъясняя это, повторю, сказал, что супруги воздерживаются по взаимному согласию, не сходятся по взаимному согласию, а воздерживаются по взаимному согласию. Если это супруги понимают, то я думаю, что многих искушений, независимо от того, как называется этот бес, можно избежать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.